Здравствуйте! На ваших экранах программа Калейдоскоп. За окном полным ходом идет весна, но если погода все-таки не располагает к выездам на природу, то внимательнее смотрите наш сегодняшний выпуск. Мы расскажем, как с пользой и интересом провести время, не покидая города. 2016 год объявлен годом кино. Именно поэтому многие события, происходящие сегодня, посвящаются российскому кинематографу. Так, в Рязанском историко-архитектурном музее-заповеднике открылась выставка, которая приоткрывает посетителям тайны процесса создания кинофильмов. Что мы с вами знаем о процессе создания фильмов? Если подумать, то выходит, что практически ничего. Ведь традиционно весь путь от первоначального замысла до конечного продукта скрыт от широкого зрителя. Рязанцам же выпала возможность приоткрыть завесу кинотайны. Отчасти благодаря выставке истории про кино, открывшейся в Рязанском Кремле. Отчасти благодаря общению с ее автором Валерием Архиповым. Заслуженный художник России, художник-постановщик киностудии Мосфильм. За его плечами работа более чем на 30-ю кинокартинами. Кто, как не он, может ответить на многочисленные вопросы, в том числе и на вопрос, чем же именно занимается художник-постановщик в процессе создания фильма. Когда я пытаюсь ответить на ваш вопрос студентов высших режиссерских курсов, на это уходит минимум 6 занятий, и вопрос как бы остается открытым. Но если серьезно, начиная с прочтения сценария, с текста, надо делать уже первые зарисовки, делать экспликацию, потом собирать материал, в зависимости от того, что вы будете снимать, исторический или современный фильм. Материал надо собирать от мелочейших деталей до изучения эпохи. Потом делаются большие эскизы, ну, я имею в виду, в размер, потому что это выбираются ключевые сцены, на чем будет построена вся драматургия. Находится стилистическое решение. Потом делаются эскизы для строительства декораций, чертежи, макеты. Если это требуется, иногда требуется макета для съемок. Это все входит работа художника. Мы, зрители, чаще всего видим итог этой кропотливой работы. Но на выставке «История про кино» можно, если и не увидеть процесс создания фильма, то хотя бы прикоснуться к нему. Экспозиция включила в себя более 60 произведений Валерия Архипова. Графические работы, сценография, эскизы костюмов и декорации к художественным фильмам. Среди них маскарад, араб Петра Великого, а также эскизы к мультфильму «Щелкунчик». Все они раскрывают череду удивительных, красочных, детально проработанных образов. Есть здесь эскизы кинофильмов, над которыми действительно работал Валерий Архипов. Но некоторая их часть – неосуществленные замыслы, или же работа над образами любимых произведений, ну, например, сказки о царе Салтане. Эскизы я делал уже просто потому, что мне нравилась эта тема. И, наверное, сейчас это сделали по-другому. Если вы вспомните ту сказку, делал Анатолий Кузнецов и Ольга Семеновна Кручинина, были художниками-постановщиками и художником по костюму. Там это все сделано условно, с применением простых материалов, фанеры, папе машины, сделано декоративно, для детей. Тогда не было таких технологий, которые сейчас. Не было компьютерной графики, не было такого света, камер. Если бы сейчас сделал, наверное, это было бы немножко другое. Поэтому, ну, просто когда вам тема нравится, многие же обращаются к Шекспиру. Они один год и через десятилетия, столетия современные художники. Поэтому я все-таки считаю, что чем хорош художник кино, что он вправе выбирать то, что ему нравится. Кроме того, представлены на выставке и фотографии, которые делали на съемочных площадках. Так мы можем увидеть на них героев экранизации пьесы Чехова «Чайка». Кстати, во время открытия выставки Валерий Валентинович рассказал много забавных историй, которые постоянно происходят во время съемок. Нужно было снимать эпизод в «Чайке», когда Аркадий приносит «Чайку». Снимал актер Андрей Соколов. И «Чайка» должна была быть мертвой, подстреленной именно охоте. Но поскольку Терехова, Маргарита Борисовна, запретила убивать «Чайку», вот, пришлось долго искать. Куклу мы не нашли, муляжа. И поэтому нашли в лесхозе запутанных в сетях мертвых «Чайк». Мы их положили в столовую и в холодильник. Они там замерзли. И на следующий день, когда были съемки, значит, актер Андрей приезжает, бросает «Чайку» перед Тереховой. И они играют один дубль, второй дубль, третий дубль. И никак не могут, значит, отыграть. Июль месяц, жара, светит солнце. Борисовна спрашивает, ну как, «Чайка» спит еще? Говорит, да, ну снимайте быстрее, потому что она может проснуться и улететь. И вот этот момент, когда на пятом дубле «Чайка» оттаила, и у него так отвалилось крыло, упало. Говорит, она что, просыпается, снимайте быстрее. Поговорили мы с художником-постановщиком и о состоянии современного кинематографа, на котором в последние годы, по мнению Валерия Архипова, сказывается кризис. Финансовая, прежде всего финансовая, ну, наверное, и умов, потому что все-таки киноиндустрия – это огромный инструмент пропаганды. Понимаете, это огромный инструмент. Если кино 5-10 лет не работает, значит, мы потеряем поколение. На чем будет выращено это поколение? На американских блокбастерах? На чем? Что они будут смотреть? Вот эти анимации, которые сняты на компьютере, которые абсолютно пустые, мы потеряем просто молодежь, детей. Нечего будет покаять, не на чем будет построить счастливое детство. Будем надеяться, что ситуация в ближайшее время изменится к лучшему. Ну, а пока нам остается только слушать и смотреть истории о легендарных фильмах. Кстати, кроме эскизов, на выставке представлена кинотехника, предмет реквизит различных эпох, а также тарелки из лимитированной коллекции фарфора, маскарад и сказка о царе Салтане, изготовленные по эскизам Валерия Архипова. Выставка «История про кино» работает на третьем этаже Дворца Олега. Году кино решили посвятить и Большой Белый Бал, который в прошедшие выходные прошел в нашем городе уже в пятый раз. Как это было, расскажем в нашем следующем сюжете. Если раньше молодежь признавала только лишь клубные вечеринки и дискотеки, то сегодня все чаще юноши и девушки стремятся стать участниками настоящих балов, проведение которых в нашем городе, да и по всей стране, стало доброй традицией. Платье различных эпох, исторические танцы и, конечно, особая атмосфера, которая царит на подобных мероприятиях, словно машины времени, переносит нас в прошлое. Пригласить всех на этот раз в начало 19 века решили организаторы Большого Белого Бала, который прошел в Рязани уже в пятый раз и был посвящен Году Российского кино. В этом году мы выбрали оскароносную ленту Бондарчука «Война и мир». И мы, собственно, сегодня весь бал будем о ней рассказывать, читать цитаты из Толстого, танцевать танцы на музыку, в том числе из этого фильма. То есть мы сегодня будем полностью погружены в эпоху. Погружению способствовал тот факт, что большинство приглашенных на этот бал были одеты в платья и костюмы, соответствующие концу 19 века. У девушек это платье в стиле ампир, у юношей – мундиры времен войны с Наполеоном. Если к обычным участникам жестких требований не предъявлялось, то наряды дебютантов в балу должны были соответствовать заявленной эпохе. Это новшество не только для Рязани, но и для всей России. Я надеюсь, что в других городах тоже подхватят. И потому что, конечно, смотреть парад дебютантов, которые идут в мундирах, вы это сейчас видите, это другое зрелище другого уровня. КОНЕЦ Для этих ребят большой белый бал стал первым балом в их жизни. Наверное, каждая из этих девушек в душе чувствовала себя Наташей Ростовой и ожидала встретить здесь своего Андрея Балконского. Такое бывает раз в жизни. Хотелось попробовать, как в сказку попасть. Действительно, девушек участие в подобных мероприятиях привлекает прежде всего возможностью почувствовать себя сказочной принцессой. Причем об этом говорят не только дебютантки, но и те, кто принимает участие в балах уже не в первый раз. Мне кажется, мечта каждой девочки сходить в красивых платьях, выйти, станцевать красивые танцы, о которых пишут в сказках, которые мамы читали в детстве. Интересно, а что же привлекает в подобных мероприятиях юноши? Иногда хочется почувствовать себя как в другой эпохе оказаться. То есть, если я студент, заканчиваю университет, я ходил на мероприятия молодежные, например, как в клуб или еще там, там не та обстановка. Здесь себя чувствуешь другим человеком. Гордость берет то, что почувствуешь такую эпоху, душа радости наполняется. Однако сегодня балы привлекают и молодежь, и людей старшего поколения. А на Большой Белый Бал съезжаются гости не только из Рязани, но и из других городов, среди которых далекий Архангельск. Три года назад я уже была здесь, был бальный конвент. Ваши ребята со всей России собирали организаторов балов. Ну и я, как представитель города Архангельска, у нас тогда было три бальных компаний, приехала набраться такого же опыта. И когда я вот увидела то, что здесь у меня были такие эмоции, и я два года рассказывала своим бальным компаниям в Архангельске, уговаривала, вот поедемте, несмотря ни на кризис, ни на что. И вот сегодня мы опять снова здесь, поэтому чисто за эмоциями, наверное, за радостью. Весна. У нас там еще снег, лед, еще даже гололед, ледохода нет. А у вас уже такая прелесть, и вот этот бал, это знаете. Больше суток Ирина со своими единомышленниками добиралась до Рязани лишь для того, чтобы окунуться в атмосферу старины и на несколько часов перенестись в XIX век. И хотя отличия между бальными организациями в разных городах иногда бывают значительными, их объединяет одна цель – возрождение некогда утраченных традиций. Ну а если же вам больше по душе живопись, то мы советуем вам заглянуть в областной научно-методический центр народного творчества. Там работает выставка художников-любителей. В очередной раз научно-методический центр народного творчества открыл свои двери для художников-любителей. На сей раз в нем разместилось около 400 работ 57 мастеров. Портреты, натюрморты, пейзажи – по сути, единой темы, объединяющей работы нет. Но, видимо, не сговариваясь, художники решили выставить яркие картины, напоминающие о том, что в городе полным ходом идет весна. Действительно, вот в эти весенние дни на полотнах наших художников-любителей, мастерового декоративно-прикладного творчества, мы увидим замечательные весенние пейзажи, весенние мотивы, увидим замечательные солнечные портреты девушек, женщин. Уже не одно десятилетие в нашей области существует клуб художников-любителей, в который входят люди, отдающие все свое свободное время любимому занятию – живописи. Они не имеют профессионального образования, но это не означает, что у них нет потребности делиться своим творчеством с окружающими. Собственно, это самое главное и самая большая трудность в нашей творчестве-любителей. Собственно, ради этого клуб и создан, потому что рисуем-то мы много, а стен, где показаться, мало. Вот как раз этот центр нам предоставляет иногда стены. Николай Анитов начал увлекаться живописью, еще будучи студентом, но отдавать все свое время любимому занятию смог лишь выйти на пенсию. На сегодняшний день, по его словам, в своем творчестве он старается найти контакт с окружающей реальностью. Я выхожу на улицу с листочком и с коробочкой пастели и рисую то, что вижу. Не то, что вижу, а то, что меня вдруг привлекает внимание. Выставка «Нестареющих красок. Звучание свежее» стала 32-й отчетной выставкой клуба художников-любителей. Приглашенные авторы получили почетные грамоты на церемонии ее открытия, а после всех ждал сюрприз. Из Архангельска к нам приехал мастер, работающий с берестой. Из этого популярного с древности материала он плетет не только традиционные лапти, но и женскую одежду. Она, как считает мастер, не только красива, но и полезна для здоровья. Береста, она свойство лечебное имеет. Она, в общем, вылечивает онкологию тела. Из бересты что гонят? Деготь. А из деготь делают разные мази. Мишневских, теоловы. В итоге именно вот этот процесс, который, если носит человек именно на теле, то в итоге именно все воспалительные процессы снимает. Даже суставы лечит. Это доказано не мной, это доказано именно даже китайскими профессорами, что русская береза и второй женьшень. Весна пора снять из заготовки бересты. Ну а для художников это пора вдохновения, с которым, надеемся, они дальше будут продолжать работать над реализацией своих творческих замыслов. Ну а на этом наша программа подходит к концу. Мы желаем вам хорошо провести эти майские праздники. Ну а мы увидимся сразу после их окончания в калейдоскопе новых интересных событий. До встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова